В начале 2013 года спасательный департамент начал работать в новом здании. Всего за один год построенное здание Навахтра-3, в котором также разместился Нарвский отдел полиции, соответствует европейским стандартам, которые определяют качество и размеры помещений и принципы работы. 20 февраля командир Идавиру Московоспасательного округа Тармо Антон ознакомил нарвских представителей прессы с новым домом спасательного центра, условиями работы и техникой. Спасательную систему я начал работать с 1998 года, когда уже были спасательной ротой, военно-спасательной ротой. До 2005 года я поработал в спасательной роте, начиная от командира развода химических работ. И в 2005 году я ушел в другое место и назад пришел домой, скажем так, для меня спасателем в 2009 году, где я начал работать с командиром Силомянской спасательной команды. Через полтора года пошел дальше командиром Ихвинской спасательной команды. И с прошлого года, января месяца, это значит 2012 года, я уже командир Идавиру Московоспасательного округа. Можно сказать, что средний стаж спасателей, начиная с пяти лет, это стаж довольно хороший, конечно, потому что я лично считаю, что здесь, кто работает спасателем, они должны быть фанатикой по спасательным работам. Это действительно работа, что требует точность. В спасательном центре имеется семь спасательных команд и две оперативные группы. Удобства здесь для развития спасателя, для этого, чтобы он занимался спортом, учился и развивался, такие удобства, все полностью, можно сказать, что есть в этом доме. Я сам очень надеюсь, что у нас работают спасатели, профессионалы, что эта работа именно им для души. И, конечно, у нас есть за дверью еще люди, кто хотели бы стать спасателем, но сейчас, в нынешнее время, просто нету таких мест. Спасатели, получив сообщение тревоги, выезжают на вызов в течение одной минуты. Главным спасением людей устранения пожаров считается километр и минута. На экскурсии специалист по оборудованию Идовского спасательного центра Карль Кузнецов познакомил нас с новым оборудованием – термокамерами. Такая термокамера позволяет за считанные минуты найти очаг возгорания, а также помогает быстро найти в задымленном помещении пострадавших. Термокамера работает по принципу инфракрасного лучения. Она сама не видит картинку, но она берет разницу температур и сделает эту разницу температуры нам картинкой, что мы можем тут видать. Таких камеров купили в Эстонии в прошлом году 24 штук. Наш регион получило шесть камер. Это Нарва город, Силама, Ефи, Котлаярва, Раквера и Фтапа. По мнению командира спасательного округа, дом готов, но не хватает лестничной машины. Действительно у нас нету в Нарве лестницы, но про эту проблему знает и департамент, и они действительно ищут вариантов, как все-таки привезти Нарву лестницу, чтобы эта лестница мог бы услуживать так и Нарву и ближайшие города. Да, действительно, сейчас у нас лестницы нет. После знакомства с техникой, командир Ида Веруманского спасательного округа провел экскурсию по зданию спасательного центра. Находимся вверху, на третьем этаже, где находится команда. Раньше мы были в гараже. И здесь именно у нас спальная комната спасателей. Таких мест здесь в команде 16. Так что полный состав, кто король, у каждой имеет свою кровать. Здесь у нас учебный класс, где спасатели занимаются ежедневно учебой, теоретической учебой. Это, можно сказать, что довольно большой и хороший класс, куда помещается много людей. Сегодня также были уже уроки для спасателей совместно с деминерами, где деминеры уже рассказали про свою работу, какие опасности грозят спасатели, и их как спасатели должны действовать, если они выезжают на происшествие, где сделаны взрывы опасными веществами. В доме спасателей также имеется своя кухня. Отдельная комната, где спасатели кушают, они сами могут себе готовить еду. Все необходимые полностью находятся здесь на кухне. И также сзади меня уже комната отдыха, где спасатели собираются в свободное время, смотрят телевизор, общаются между собой. В доме имеется раздевалка. У каждого спасателя свой шкафчик. Есть душевая и баня. В здании есть хорошо оборудованный спортивный зал, где спасатели тренируются и занимаются вместе с полицейскими. Как тут видите, оборудование современное. Все необходимое здесь в зале находится. И заниматься может любой у нас уже спасатель и полицейский. И, конечно, почему это надо, много спрашивают. Для того, что спасатели должны ежегодно сдавать физические нормы. И чтобы все-таки они сдали физическую норму, им надо заниматься в течение года постоянно. И, конечно, сила понадобится для спасателей, для того, чтобы работать экстремальных случаев на происшествиях. Конечно же, в здании спасателей предусмотрены офисные кабинеты для инженеров и администрации. Тут люди, кто занимаются в Нарском округе, прементацией, также инженер-технический бюро, также оперативные дежурные. Здесь находится своя кухня, где люди могут принимать жителей города, если у них какие-то вопросы и проблемы. Также место для совещания в большом виде. Здесь у инженер-технического бюро бывают люди, около 5-6 человек в день, кто уже показывает свои планы строительства, откуда надо получить согласие, что этот план действительно безопасный. Помимо спасательных работ, Идовский спасательный центр проводит много различных проектов, в которых рассказывает детям детских садов и школ, пожилым людям, об опасностях, связанных с огнем, как избежать несчастных случаев на воде, а также и сами спасатели принимают участие в различных мероприятиях. Наши спасатели могут заниматься спортом у себя, во-первых, в команде. Конечно, мы проведем в течение года очень много спортивных мероприятий для команд, где они сами соревновываются между собой и по своей работе, и по работе, скажем, по футболу, по волейболу, ориентировка. Так что все удобства заниматься и показать, кто сильнейший спасателям предлагают ежегодно.